Смотрите в программе итоги недели, чтобы теория не расходилась с практикой. Очень хотелось бы, конечно же, чтобы мы уже в этом году зафиксировали первый офсетный контракт. На заседании Высшего экономического совета обсуждали, как привлечь инвестиции в Чувашию. Стратегический партнер. Наши лидеры Сен-Зинпень и Владимир Иванович Путин поступательно и целенаправленно подтверждают стратегический характер наших взаимоотношений. Чуваша и Китай придают ускорение взаимовыгодному сотрудничеству. Как становятся героями? Поле легализма большое и каждый человек, который совершил такой поступок, который позволил достичь неожиданных, очень хороших результатов, на мой взгляд, это герои. В лагере «Белые камни» прошла патриотическая смена российского военно-исторического общества. Заседание Высшего экономического совета в новом формате в филармонии вместо музыкальной симфонии. Симфония экономическая. На стратегической сессии обсуждали основные проблемы для продвижения на рынке, внедрения инвестиционных налоговых вычетов, работу особой экономической зоны в Новочебоксарске. Представители бизнеса и общественных организаций, члены правительства и руководители муниципалитетов за круглыми столами обсуждают инвест-климат в Чувашии. Как привлечь инвестиции в регион, при том, что в прошлом году республика вошла в топ-10 регионов страны и первое место в ПФО по индексу объема вложений в экономику? Подсчитано. На поддержку новых проектов выделено в 65 раз больше средств, чем годом ранее, а 11 проектов вошли в сводный перечень новых и перспективных. Мы с вами смогли привлечь в Чувашскую республику реализацию двух специнвест-контрактов. Мы с вами создали особую экономическую зону и создаем два дополнительных государственных индустриальных парка к ранее созданным, ну, двум, наверное, условно, две площадки в Чапоксарах, один в Канаше. Уже создали и начинаем создавать, уже создали, вернее, два частных индустриальных парка. Инвестиционные проекты в республике сейчас готовы сопровождать на всех этапах, от подачи заявки до открытия предприятия. В помощь бизнесу, интерактивные ресурсы, инфраструктурная база, инвестиционные паспорта муниципалитетов, предприниматели могут просчитывать все риски и открывающиеся возможности. А в инфраструктурном и промышленном меню новые направления – соглашение о защите и поощрение капиталовложений. Те акты, действующие на момент подписания такого соглашения, позволяют осуществить неизменности, то есть на уровне налогового кодекса прямо закреплены положения, которые говорят о необходимости неприменения и неувеличения ставок по налогу на прибыль, либо по доходному налогу в отношении такой организации. Но такие успехи не должны успокаивать. Главное – движение вверх и вперед, уже работая в группах участники расширенного заседания Высшего экономического совета, вырабатывали решение конкретной задачи, иногда не выходя из-за столов. Мы прошли детально, как бы смоделировали ситуацию, когда инвестор хочет стать резидентом экономической зоны на Учебоксарск, и пошагово прошлись по этой проблеме, и поняли, какие есть тонкие места. Тут же, в ходе обсуждения, позвонили в Минэк России, в отдел, и напрямую проконсультировались по этой проблеме. И, в частности, одно очень крупное уважаемое у нас предприятие буквально в ходе этого диалога решило свою проблему. Говорили и о мерах поддержки инвестпроектов предприятий. Не все о них знают. Сейчас у нас и не промышленные предприятия, и потенциальные инвесторы, и предприятия, реализующие инвестиционные проекты, не обладают полной информацией о действующих мерах. Анатолий Оксаков, председатель Высшего экономического совета, отметил, мер поддержки много как на федеральном, так и региональном уровнях. И если о них не знают, значит, об этом надо рассказывать регулярно. Нужно всем вот прям разложить эту карточку, эти все. Возможности вникнуть в них. Может быть, я хотел бы предложить вот прям по ним идти отдельно и отрабатывать, чтобы каждый муниципалитет, глава района, знал, какие возможности есть у бизнеса. Одна из таких возможностей – инвестиционный налоговый вычет для промышленных предприятий. Олег Николаев выразил поддержку этому проекту, отметив, если их не используют, надо еще раз об этом говорить и предлагать предприятиям. И очень важно здесь понять, либо порядок нерабочий, его надо менять, либо целый инструмент невостребованный и неудобный для предприятий. А судя по направлениям, он логичный, он направлен на то, чтобы развивать производственные фонды для реализации инвестиционных проектов. Говорили участники расширенного заседания и о так называемых офсетных контрактах. Это двусторонние договоры с долгосрочными обязательствами. Например, инвестор производит, а муниципалитет гарантирует закупки этой продукции. Очень хотелось бы, конечно же, чтобы мы уже в этом году зафиксировали первый офсетный контракт и соответствующим образом сформировали бы некий алгоритм действий всех субъектов. А самое главное, выявили бы самые узкие места и их проработали. Оценили работу Высшего экономического совета и гостей региона. Здесь решаются вопросы даже не столько регионального, а сколько федерального уровня. Потому что и та работа, которая была проделана сегодня здесь, она, я думаю, непременно будет учитываться и ляжет при разработке или при поправке существующей законопроекта, либо при разработке совершенно нового законопроекта. И на самом деле тот опыт, который здесь раскрывается, он важен и в других регионах, как минимум в нашей республике. Мы будем стараться применять его и таким образом развивать нашу составляющую, инвестиционную составляющую. Сотрудничество Чуваши с Китаем развивается. Сейчас Поднебесный основной партнер нашей республики и занимает первое место по внешнеторговому обороту. Глава Чуваши Олег Николаев встретился с Генеральным консулом Китайской Народной Республики в Казани господином Сянбом. Однополярная экономическая политика себя изжила. Многие западные инвесторы перестали быть партнерами, вопреки прогнозам западных аналитиков экономика России. Не рухнула, а переориентировалась на собственные силы и на сотрудничество с дружественными азиатскими странами. Немало ставок сделано на сотрудничество с Китаем, и Чуваши уверенно движутся в этом направлении. Очень радуемся тому, что наши лидеры, Синь Цзиньпень и Владимир Ильич Путин, поступательно и целенаправленно подтверждают стратегический характер наших взаимоотношений. Я полностью согласен с вами. Китай и Россия — это все объемные стратегические партнеры. А развитие китайско-российского отношения, я думаю, что имеет очень важное значение. Экономическое сотрудничество Чувашии и Китая, как принято говорить, динамично развивается. В прошлом году внешний торговый оборот составил 227 миллионов долларов США и увеличился на 65%. Наша республика поставляет в Поднебесную электрооборудование, конфеты, мясо и субпродукты. Один из чувашских агрохолдингов отправляет в Китай куриные лапки цыплят-бройлеров. Это считается у них деликатесом. В этом году тоже наблюдается очень значительный рост. Потому что здесь, в этом направлении, тоже широкое перспективы. То есть экспорт сельско-экспертной продукции Чувашии в Китай. А еще мы тоже готовы усиливать обмены сотрудничества в областях. Только что упомянули, там эти машиностроенные электроэлектронные техники и так далее. В июле на полях Иннопрома в Екатеринбурге Олег Николаев принял участие в третьем российско-китайском форуме, который возобновился после пандемии коронавируса. Глава Чувашии тогда выступил перед партнерами из Поднебесной и рассказал о сотрудничестве в экономической и гуманитарной сферах. В Доме правительства на встрече с генконсулом Китая Олег Николаев рассказал о тех условиях, которые созданы в Чувашии для ведения бизнеса. У нас работает ТАССР в Канаше, особая экономическая зона в Новочебоксарске, частные технопарки. На этапе запуска государственные и агротехнопарки. Региональное сотрудничество между Китаем и Россией тоже, я думаю, что уже нажали на кнопку ускорения. Ваша республика тоже очень важный субъект Российской Федерации, тоже для китайских регионов, тоже очень важный партнер. И поэтому я сам, как генерал-консул, и наши генерал-консулы тоже готовы оказать соответствие в продвижении, в укреплении сотрудничества между Чувашией и Республикой. Сейчас есть планы по перезапуску инвестиционного проекта «Сычуань Чувашия». На мое видение, проект может получить очень быстрое развитие, если мы будем специализироваться на производстве хмеля и продуктов из хмеля. Тогда, мне кажется, вот текущая рыночная ситуация, как уже сказал, все имеющиеся возможности, а в Китайской Народной Республике есть необходимые технологии, у нас есть соответствующие компетенции по производству хмеля, пониманию, куда продавать, как продавать, какие сорта производить, мы можем очень быстро этот процесс наладить и соответствующим образом обеспечить само развитие проекта, создать рабочие места. Интересно обеим сторонам и гуманитарное сотрудничество, контакты университетов и культурных центров. Действуют двусторонние соглашения между Чувашской Республикой и территориями Китайской Народной Республики. Сейчас Россия и Китай запускают двусторонние безвизовые туристические обмены. В этом направлении планируют работать и генконсульство в Казани. Господину Сянго показали чебоксары с высоты птичьего полета. Он восхитился красотами столицы и пригласил в Китай творческие коллективы из Чувашии. Героями не рождаются, ими становятся. Участники смены «Страна героев», которые реализуют российское военно-историческое общество, знают, кто такие патриоты и как надо Родину защищать. В Чувашию приехали представители 14 регионов страны. Патриотическая смена длилась две недели, и спустя две недели даже девочки без труда собирают и разбирают автомат. В лагере «Страна героев» девочкам никаких поблажек. Наравне с мальчиками они изучают азы владения оружием и ведения боя. Метать ножи по целям – тоже наука. Ты сможешь разгонять. Вводишь его туда. Разгоняй его отсюда. Чтобы попасть сюда, все прошли конкурсный отбор. Шесть человек на место. 450 мальчиков и девочек проходят обучение по разным направлениям. Это защитники, хранители истории, волонтеры победы, медиа победы. Ребят учат и медицине, и навыкам выживания, и приемам самообороны. Курс молодого бойца прошел и глава региона. Олег Николаев оказался метким стрелком в лазер-таге. Не направляем на экран, потому что он тогда будет стрелять. В «Стране героев» проводят и медиакурсы. Одно из заданий для будущих коллег – взять интервью у главы региона. Кем вы считаете героем? Героизмом можно называть и нахождение абсолютно неожиданных, креативных идей, когда складываются серьезные, сложные ситуации даже на производстве. Поле для героизма большое, и каждый человек, который совершил такой поступок, который позволил достичь неожиданных, очень хороших результатов, на мой взгляд, это герой. Смены военно-исторического лагеря проводят в рамках национального проекта «Культура». Базой для двух потоков проекта стал физкультурно-оздоровительный центр «Белые камни». Ребята признаются, что две недели пролетели незаметно, а кому-то удалось получить и значки ГТО. Мне довольно нравится, потому что режим тут забит, и получается активностей очень много, и это довольно поднимает дух. Все лагеря мы отбираем по заявкам. В этом году было около 30 заявок от различных регионов. Что мы делаем? Мы обрабатываем заявки, выезжаем на место каждого лагеря, отсматриваем каждый лагерь. Ваши пока заявляют себя как очень хороший регион, готовый реагировать очень быстро на любые наши вопросы. Мне кажется, вам предложена очень замечательная программа, программа, которая, с одной стороны, дает много интересных знаний, но, может быть, мне кажется, раскрывает достаточно известные вещи для меня, но, мне кажется, для многих ребят все-таки много новых вещей. На встрече с ребятами Олег Николаев рассказал, как сам проходил военную подготовку. Нам было предложено, нас было человек 80, люди разных возрастов, разных весовых категорий, женщины, мужчины. Вот ответственная стена, 3 метра, она из фанера, очень гладкая. Примерно за полчаса все 80 человек мы оказались наверху. Вот это вот командные возможности, хотя большинство из состава команды не были спортсменами. В рамках открытого диалога Олег Николаев ответил и на вопросы ребят. Ученица гимназии номер один попросила создать разговорный клуб, где дети будут изучать родной язык. В этом году прям создадил. С 20-го года вообще преподавание чувашского языка, вообще концепцию его преподавания и идеологию, если так можно выразить, мы его полностью применяли. Построили по принципу, чтобы человек понимал язык и мог применять свои жизнедеятельности. То есть понял и мог применить для конкретных действий. Представить картину этнографического протяжения нашего Отечества, картину народов, обитающих в России и в непосредственном соседстве с ней. Эти слова сказал император Николай II на открытии этнографического музея в Санкт-Петербурге. Эти слова подходят как нельзя лучше к фестивалю, который открылся в субботу в Чебоксарах. Вышитая Россия Вышитая Россия – это второй проект в Чувашской Республике. В прошлом году мы уже представили вышитую карту России, когда каждый регион присылал фрагмент в границах своего края для большого монументального полотна. Вышитая Россия – это называется «Кто во что гораст». Каждый регион представляет, чем богат их край, какие есть полезные ископаемые, какие есть интересные места. Вот, например, карта Республики Алтай. Здесь голубым обозначены границы каждого района, и каждый район обозначен со своими достопримечательностями. Где-то многонациональные, где-то петроглифы. И здесь есть даже гора Белуха – самое туристическое место Республики Алтай. На открытии фестиваля Олег Николаев отметил проект вышитой карты России, который назвали «Оберегом нашего государства» развивается. Он показывает, насколько мы разнообразны, но богаты и едины. Развиваем то, что начали в прошлом году, а самое главное – еще больше углубляемся в наши традиции. И, сомненно, за счет этого мы подключаемся к источнику силы, источнику мудрости, источнику знаний. 70 регионов прислали в Чебоксары свои карты. 73 образца представлены в Чувашском художественном музее. Некоторые прислали по два экземпляра. Например, Донецкая Народная Республика. На выставке карт фестиваля можно увидеть полотна с различными техниками вышивки. Вышивка по бархату, вологодское письмо, аппликации из янтаря, кожи и меха, золотное шитье, шитье бисером и даже вышивка по коже рыбы. Это из Сахалина. Наша карта, она очень разнообразна. В течение шести месяцев 30 мастеров из 18 муниципальных образований вышивали карту. Мы дали волю фантазии. Вышиты и из рыбьей кожи, и из бисера. Вышиты и олени, и медведи, белоплечий орлан, и реликтовые растения, которые произрастают только на территории нашей области. Мастерицы, которые приехали на фестиваль, здесь не только представляют свою работу, они обмениваются опытом. Слушательницы школы вышивки посетили мастер-классы. В субботу прошел по технике Верхошов. В технике это очень интересно, хочется расширять свои знания, свои умения. Это очень затягивает. Вообще традиционная культура, это богатство, это кониточка, которая нас связывает с предыдущими поколениями. Училась новому и известная мастерица из Чувашии Любовь Возюкова. Зацикливаться просто на своей одной вышивке, это, не знаю, как-то скучно. Во-первых, во-вторых, элементы Верхошова имеются и в Чувашской национальной вышивке. Чувашская вышивка тоже вот по технике, она схожа с марийской, с мордовской. И схожие элементы, схожая техника, схожая и в то же время и от русской, и от татарской. А вообще на этой выставке можно не только увидеть, чем богат каждый регион и какая фантазия у мастериц из каждого региона России. Можно проследить какие-то родственные связи или найти какие-то похожие черты в родной вышивке. Вот, например, моя мама русская, выросшая и родившаяся в Чувашии, вышила свой свадебный рушник вот таким вот узором. И это было в Чувашии. У нас очень многонациональная область, и мы взяли вышивки традиционные основных наших народов. Здесь всего 9 вышивок. Это русская, татарская, мордовская, чувашская, армянская, еврейская, азербайджанская, узбекская и таджицкая. Плюс мордовская вышивка на два фрагмента разделена на ерзианский и макшанский. Но найти чувашские узоры можно и на картах сибирских регионов. Вот, например, Кемеровская область. Горная шуря здесь расположена, и живут там шурцы, еврейские татары. Потом у нас украинцы, русские, немцы и чувашские. Вот такой последний. И ерзианской были взяты реальных вещей. И чувашская вышивка тоже, которая хранится в семье. У нас даже есть свой канаш. Каждая мастерица с гордостью представляла свое творение. Где-то разнообразие полезных ископаемых, где-то многонациональный состав. И каждая работа несла новые знания. Нижегородцы решили объединить силу традиционную и силу современную. Этот узор сформировал искусственный интеллект, а воплотили руки мастериц. Мы взяли традиционный футболский узор, который самый узнаваемый, который знают по всей стране и за ее пределами. С помощью нейросети мы его переосмыслили. И воплотили на вышитой карте Нижегородской области руками. В фабрике Нижегородская вышивка традиция наименного промысла. То есть это работа наших нижегородских мастеров. И жили бы мы себе спокойно, если бы не Чувашия. Ведь весь народ подняли. Всю сторону сбередили. Не спим мы ночами. Дни пролетают в заботушках. Задумали мы карту Иркутской области. Весь народ подняли. И у карты можно даже желание загадать. Мастерица с Байкала обещала Светлане Каликовой. Желание сбудется. Вставайте у Байкала. Это авторская работа. Она обладает сильной энергетикой всей нашей территории. Загадав желание, хочу побывать на Байкале. Оно обязательно сбудется. Так, это ритуал. Закрываем ручкой, глазки закрываем и мысли задумаем. Не говорим слух. Мысли задумаем. У карты республики Сахалик Николаев подарил новорожденному, миллионному жителю Якутии набор подарков, которые вручают с этого года новорожденным жителям Чувашии. Карты собрали вокруг себя разных людей. Кто-то интересовался техниками, кто-то находил общих знакомых и родственников. И такое проникновение, такое объединение делает сильной всю нашу страну. Это та сила, которая является основополагающей нашей русской цивилизацией. И вот когда мы видим, что в этом процессе участвуют и стар, и млад, и это таки есть, можем смело вспомнить еще раз слова, которые являются, на мой взгляд, сегодня очень важными, что такой народ невозможно победить. Народ, который знает свою историю. Народ, который черпает силы и вспоминает мужество своего народа через вот такую культурную традицию, культурный код, и объединяет усилия, и заново собирается. Сейчас на этапе проектирования музея вышитой карты. О нем договорились еще зимой, во время визита министра культуры Ольги Любимовой. А каким будет продолжение проекта вышитой карты, подскажет время. Олег Николаев в своем телеграм-канале сообщил, сразу три нашей компании стали призерами окружного этапа Всероссийской премии «Экспортер года». Второе место заняли компания «Арто» и группа компаний «КМК». Третье место в специальной номинации «Прорыв» у предприятия «Спецдеталь». Телеграм-канал Минцифры Чувашии сообщает, «Республика» заняла 12 место в стране и первая среди регионов ПФО по доле обращения за получением массовых социально значимых услуг в электронном виде. Наиболее популярный прием заявлений о зачислении в образовательной организации, запись на обучение по дополнительной общеобразовательной программе и прием и регистрация заявлений на обучение в техникумах и колледжах. Телеграм-канал «Республика-21» рассказал о победе команды из Чувашии в юноармейских военно-патриотических сборах Приволжского федерального округа «Гвардеец». Сборы «Гвардеец» проводятся под патронатом полномочного представителя президента России в ПФО Игоря Комарова. Гвардеецы торжественно принесли юноармейскую клятву и вступили в ряды юноармейского движения. Минспорт Чувашии рассказывает в телеграм-канале о спортсменке Татьяне Александровой, которая приняла участие в международном эстафетном заплыве «Россия вперед!» по зимнему плаванию, который прошел в акватории залива Петра Великого в Приморском крае. Спортсмены плыли по 15 часов в день, передавая друг другу эстафету. На следующей неделе, 22 августа, отмечается День российского флага. Олег Николаев примет участие во всероссийской акции, а также встретится с лучшими командами регионального этапа конкурса управленцев «Лидеры России» и участниками форума «Иволга». За неделю до начала нового учебного года в республике пройдет августовская конференция педагогов. Глава Чувашии также встретятся с ветеранами педагогического труда. Кроме того, Олег Николаев примет участие в заседании коллегии Минсельхоза и правительственной комиссии по мониторингу и оперативному реагированию на изменения продовольственного рынка. Встретимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова